МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю вас, правильно понимаем, что вы к этому шли. Ну, давайте почнемо, поставим точки над ее. Перше, те, что реально меня никто не звільнял. И наслідки висловления недовіри, которые объявил депутатский корпус, это просто решение принимает президент. Потому что президент призначает, президент звольняет. А, с другой стороны, раз мы уже начали про это говорить, то решение суду относится того, чтобы признать противоправным и скасовать решение Березьевской районы Рады. В связи с тем, что оно было незаконным... То есть суд против местных депутатов? Воно не так. Суд за закон. Правосудие против местных депутатов? Да, не так. Я бы не ставил это в таком ключе. Это говорит о том, что мы давно пытаемся ввести в том числе и ситуацию с работой местного самовредования с депутатским корпусом в законное русло. Не больше того. Давайте тогда попробуем все поэтапно. Почему вам выразили недоверие? Какие моменты конфликта были между вами и депутатами районной администрации, и что вызвало их недоверие к вам? Какие конкретные... Депутаты мировой Рады. Значит, ну, тут уже можно точно сказать после решения суду, что мова шла про заведение политических рахунков, а не про реальную, ну, как бы реальную речь, яка... Но вам неоднократно, да, предлагали у тех должностей добровольно. Что скажем по-хорошему? Мені пропонували, ну, я абсолютно не розумію, точнее, я розумію, для чого це потрібно було зробити, але фактично я представляю в районі виконавчу владу, очолюю її, і у нас всі показники роботи нашого району, вони дуже нормальні. Ми про це говорили, і у нас перевиконаний бюджет, у нас все працює. А чим ви тогда мотивировали, объясняли? Це мотивується, а вони нічим не мотивували, може, можливо, ви запросите депутатів, вони, чи депутатський корпус. На жаль, наш депутатський корпус, і взагалі це проблема місцевого самоврядування, тому що, ну, досить слабкий фаховий рівень людей, які, ну, не дуже добре, розуміється, в тому же державному управлінні, чи щось, вони сказали просто на сесії, він погано працює, все, крапка. Тобто, приблизно дискусія була на такому рівні, розумієте, да? Ну, це, собственно, не дискусія, а вираження просто, да, какого-то недоверия. Ми зараз можемо посмотреть і з вами, і з нашими телезрителями некий сюжет у вас, і о том, що происходит в Березовському районі. Пожалуйста, покажите. Геннадий Заболотний Геннадий Заболотний родился 1 мая 1966 года в городе Гайворон Кировоградской области. Імеет три высших образования по специальностям інженер, финансы і право. Недолгое время работал інженером і брокером. Восім лет, с 92-го был гендиректором производственной компании «Раздол». С 2000-го года стал арбитражним управляющим. Геннадий Заболотний был депутатом Кировоградского облсовета, а также членом исполкома при Кировоградском горсовете, являлся президентом Федерации легкой атлетики Кировоградской области. В сентябре 2015-го Геннадия Заболотного назначили главой райадминистрации Березовского района. При этом 29-го июля депутаты РГА проголосовали за признание его работы на посту неудовлетворительной. В свою очередь Заболотный заявил, что недоверие ему выразили с нарушением регламента и закона. Впоследствии Березовский райсуд признал противоправным и отменил решение райсовета о недоверии Заболотному. Ну вот исходя из вашей биографии, сразу хочется спросить, почему Кировоград применяли на Березовский район? Справа в том, что реально я пришел працювать в команде реформаторей. Есть ваша цитата, я бы ее сразу хотела зачитать и, собственно, задать вопрос по этому поводу. Вы сказали о том, что при созыве закрытого... Простите, это не то. Вот, я решила идти с командой Михаила Саакашвили и возглавить госадминистрацию, потому что я за светлое будущее нашей страны, поскольку не вижу жизни своих детей вне Украины. Давно пришло время все менять, работать и такое прочее. В свете того, что сейчас появилась информация о том, что Михаил Саакашвили якобы может покинуть территорию Украины и вернуться в Грузию, об этом мы поговорим в нашем эфире, не считаете ли вы этот процесс реформирования таким брошенным? И оцениваете ли вероятность того, что Михаил Саакашвили таки покинет территорию Украины? Я думаю, что про это лучше спросить Михаила... Традиционный ответ. Да, это лучше будет, но я могу сказать свою... Сам процесс реформирования, то, что вы начинали. Я уверен, я знаю, мы с Михаилом много про это говорили, я точно уверен, что он не покинул Украину. И он налаштованный на совершение реформ в таком выгляде, как у меня есть. Вы по-прежнему тоже. Да, мы и по-дальшему. Я просто хочу сказать, вы хотели меня спросить, почему я не делаю реформы в Кировограде, потому что в Кировограде нет ни такого головы ОДА, ни такой команды. Я бы с удовольствием работал бы и там, как бы там было. Скажите, ну а если все-таки произойдет так, что Михаил Саакашвили покинет Украину, и не будет у него достаточно времени заниматься реформами, назовем это так, в Одессе и Одесской области, ну в Одесской области, вы продолжите? На сегодня, да. На сегодня у нас сформирована достаточно потужная команда людей, однодумцев, которые абсолютно сдатны продолжить. Ну а скажите, пожалуйста, вот тот момент, когда вам неофициально где-то, скажем так, за кулисами говорили о том, что уважаемый Геннадий Заболотный, сложите, пожалуйста, полномочия, оставьте это дело. Вы с этим обращались к Михаилу Саакашвили о поддержке, о том, что вас каким-то образом на вас оказывают давление? Так, мы часто про это говорили, и мы абсолютно много спілкуемся с этим приводом. И Михаил Миколаевич поддерживает нас. Такие проблемы не только у меня. А вот на Березовский районный суд, который вынес решение в вашу пользу, давление не оказывалось? Ким? На вас ведь оказывали давление, вы можете смело об этом говорить. Кто оказывал на вас давление? Ну, вы знаете, у нас есть такие сформированные угруппования, которые контролируют финансовые потоки, которые контролируют тот же самый депутатский корпус, которые контролируют любые галузи. В этой атмосфере как мог суд Березовский районный принять решение в вашу пользу? Вы знаете, как это не будет таким очень, когда я скажу, среди студийского корпуса есть достаточно много людей, которые служат закону. Вопрос вот в чем. Если есть какие-то, как вы говорите, организованные группировки, есть, наверняка вы понимаете, кто лидер этих группировок. Есть у вас понимание, кто? Есть фамилии этих людей? У нас, ну, наразі, ци люди, дехто из них мает представительские мандаты, до речи. Ну, вы можете назвать фамилии, кто это? Абсолютно. Я могу сказать, один из них, это керевник Березовки, Грашлях Буду, такой известный депутат, ну, какой известный Березовский, Князь Качатерян, который занимается... Которым вы мешаете? Ну, конечно, мешает, потому что это вопрос, и строительство дорог, и качественного ремонта. А что предлагалось вам? На каких основаниях вы должны были покинуть должность? Не, на каких, просто уехать и все, да. Даже денежных вознаграждений ничего. За то, что вы оставляете должность? Нет, я должен был, мабуть, еще поддякувать, что я еду. Спасибо, что меня отпускают. Целым и невредим. А вы сейчас не ожидаете, что в неправовом поле будут происходить какие-то давления, ввиду того, что сейчас вы в каком-то смысле теряете поддержку со стороны Михаила Саакашвилина, он больше занят сейчас, будет в ближайшее время. Ну, я бы не сказал, что мы не имеем поддержки с боку Михаила. Ну, вы понимаете, мова идет про команду, взагалі. Это не персоцентр... У нас это не залежит от одной персоналя, которая вот там... Если Михаил поедет там на пару недель в Грузии, мы прекрасно понимаем, что это тоже очень важная вещь, и то, что он сделает там, это тоже будет работать на команду. Потому что это как бы... Ну, трошки таки... Но нет ощущения, что и команда там Михаила Саакашвили тоже понадобится, что часть людей, которые здесь с ним работают, уже тоже вас не смогут поддерживать. Ну, как уже такой крайний вопрос в этой теме. Ні, я не думаю, что это будет так. Реально, зараз мы... Знаете, другий рік, чим цікавий, тим, что уже зараз є абсолютно чітке бачення пріоритетов и шляхов, что нужно делать. Потому что тогда ты, маячи меньше досвіду, бачишь его как-то по-другому, зараз это совсем друге відчуття. То есть вот прошел год спустя, как вы занимаете эту должность. Теперь вы понимаете, что вектор вашего направления был неверный или был не такой точный? Теперь вы уже знаете, как идти сейчас? Мы теперь четко розуміємо. Вы знаете, единственное, я скажу про себя особисто, что я в какой-то мере не доценив масштабов коррупции, масштабов беззакония, масштабов того российского мового беспредела, который происходил у нас на территории. Опять же, решение суда вы не считаете прогрессом в этом смысле? Решение суда здесь надзвичайно важное. Я еще раз хочу додать, акцентовать, чему. Потому что впервые в истории Березьевщины судовая гилка влады вказала представительской владею на то, что она не права. Это раньше просто неможливо право выявить. Это, собственно, о победе только, но еще и о победе для всего района Березьевского. Да, это не только победа для всего Березьевского района, но у нас, вы знаете, что прокатилась продовжь весны и лето такая хвиля, выясненный доверие главам администрации. Это искусственный такой процесс? Да, на нашу думку, это была в определенной мере штучный процесс, потому что все происходило за одним сценарием. И у нас это первый случай, когда мы в суде довели абсолютно четко, что это незаконно. Скажите, а вам кажется, во всех районных администрациях это было неправомерно, вот это недоверие? Или вам есть какой-то конкретный случай? Ну, например, Игорь Литвинюк. Я не могу это комментировать, потому что краще спитать у каждого из них так. Хорошо, тогда это точно мы можем у вас спросить. Ваши планы на следующий год по Березовскому району? По Березовскому району на наступный рік мы, ну, первое, в этом году меняется певною мерою система финансирования тех же закладов освіти и медичной галузи. Тобто, значная часть финансирования... Образование, медицина, дороги, вероятно, приоритет. Эта часть будет лягать на местные бюджеты. В связи с этим, мы делаем величезный акцент на увеличение нахожения местных бюджетов и на собственные ресурсы. Потому что мы понимаем, что все эти процессы децентрализационные, они дальше будут... Вы молодежи будете строить спортивные площадки? Да, мы, до речи, в этом году, в наступном году у нас есть планы и строить спортивный комплекс у нас на стадионе. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Есть величезные планы стосовно восстановления дорожной инфраструктуры. Ну, и, наконец-то, мы движемся подальшими шагами, кроками и глобальными речами, как, например, «Видроджение гражданского общества». Желаем вам успеха. Желаем успеха вам, Березовскому району, напрямую, чтобы все там в ближайшее время сложилось как следует, и чтобы нужды людей были восполнены. Геннадий Заболотный, глава Березовского района, был у нас в студии. Передаем слово Али Есиной. Прямо сейчас вы узнаете о последних новостях к этому часу, а мы вернемся в эту студию и продолжим говорить о самом главном. Будьте с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова